Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, рад новой встрече с вами. Сегодня 1 марта 2024 года. Я поздравляю всех с дупившей весной. Сегодня произошло еще одно важное событие. Это похороны Алексея Навального. Наконец-то все мытарства матери Алексея закончились. Тело Навального отпевали в храме, а затем похоронили на кладбище в городе Москве. На месте руководства Российской Федерации я бы дал поручение расследовать и наказать виновных лиц, которые производили задержку в выдаче тела матери. Это было бы правильно. А сегодня я хочу вернуться вновь к книге султана Назарбаева «Моя жизнь». И поговорить о том, о чем умолчал экс-президент страны Насултан Назарбаев. Я хотел бы назвать еще одного невинно убиенного властью Насултана Назарбаева, что Назарбаев, конечно, не разделяет со мной. Он считает, что та кара Назарбаев, которая постигла этого человека, является справедливой, поскольку этот человек отставил интересы Сары Назарбаевой, а не Насултана Назарбаева. Этот человек – Сыздык Жматаевич Абишев. Сыздык Жматаевич Абишев работал в Караганде до 1978 года, занимал ответственные должности, руководил управлением торговли, а в то время Насултан Назарбаев и Сара Назарбаева жили в Карагандинской области. И как сам Сыздык Жматаевич мне сказал, что Баке, вы же знаете, тот тотальный дефицит, который проходил в это время в стране в целом, и Сыздык Жматаевич сказал, что я помогал им и деньгами, и, соответственно, продуктами питания и товарами народного потребления. Вот так я узнал, что Сара Назарбаева является племянницей Сыздыка Абишева. В 1978 году Сыздыка Абишева назначает на должность начальника управления торговли Джесказганской области. А в эти годы, благодаря Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву, который действовал по подсказке своего друга Леонида Ильича Брежнева. И я именно это хочу подчеркнуть, что именно Динмухамед Ахмедович Кунаев, а никакой не Михаил Суслов, как это написано со слов на султана Назарбаева, какими-то специалистами в его книге. Динмухамеду Ахмедовичу пришлось несколько сделать серьезных передвижек. Он освободил от работы второго секретаря ЦК Компартии Казахстана Михаила Коркина, отправил его в Караганду на должность первого секретаря Абкома партии. На должность второго секретаря ЦК Ккомпартии Казахстана он передвинул Мирошхина Олега. Кресло освободивших секретаря ЦК Ккомпартии Казахстана занял «Ну, султан Назарбаев». Секретарю ЦК Компартии Казахстана Назарбаеву понадобились свои люди. И здесь он, конечно же, опирается на специалистов торговли Сыздыка Абишева. И в 1979 году Сыздык Абишев назначается директором республиканской конторы Казмяса Молторг. Внедрив родственника Сары Алпысовны на республиканскую должность и перевезя его в столицу Казахстана, в город Алма-Ату, в 1981 году Назарбаев продвигает Абишева на должность начальника управления торговли города Алма-Аты. Но это была очень лакомая должность. И вот родственник Сары Назарбаев становится руководителем торговли столицы Казахстана. И он становится непосредственным руководителем Булатова-Тимуратова, который всего за 4 года под руководством Сыздыка Жуматаевича сделал головокружительную карьеру от инспектора горторга до заместителя председателя райисполкома по торговле. Тем временем Сыздык Жуматаевич, пройдя ступень начальника торговли города Алма-Аты, назначается в 1983 году первым заместителем министра торговли Казахской ССР. В 1985 году Назарбаев становится председателем Совета министров Казахской ССР и в 1987 году постановлением Совета министров за подпись у Нурсултана Назарбаева создается специально под Абишева Республиканское внешнеторговое объединение Казахин Торг. В тот момент они уже создавали организованную преступную группировку, используя опыт работы в торговле Сыздыка Абишева и были расписаны роли каждого участника в этой преступной группировке. Возглавив в начале 1988 года контору Казахин Торг, Абишев разворачивает работу по открытию торговых домов за пределами Казахстана. Это было очень важно, чтобы торговые дома как можно быстрее заработали, но они создают торговые дома и в Республике Казахстан, в частности в городе Алма-Аты был открыт торговый дом Интымак, забрав два самых престижных магазина Казахстан и Москва на проспекте Достык. И начинается работа этих торговых домов. В то же время Сыздык Абишев продолжает продвигать Булату Утимиратова по службе и помогать Булату Абилову. Вот посмотрите фотографию. Вот дети сегодня пришли поприветствовать своего папу. И в 1994 году по 1996 год Булат является внештатным советником президента Республики Казахстан. Стоит отметить, что Булат был одним из предпринимателей, бизнесменов. Ну и как можно было не стать таким предпринимателем, бизнесменом, если он сам везде говорил, что он является родственником Сары Назарбаевой. Да и многие еще живые по сей день, кто помнят, как премьер-министр Сергей Терещенко делил получаемые финансовые ресурсы среди многочисленных родственников клана Назарбаева. Вместе с тем торговые дома в Европе уже начали действовать. В Австрии торговый дом возглавил никто иной, как Булат Утимуратов, а в Гонконге небезызвестный Карим Масимов. Они забирали у предприятий, выпускающих экспортную продукцию по низким ценам, продукцию, продавали их через торговые дома по рыночным ценам. Разница оседала на счетах в Европе. Счета открывались на своих доверенных лиц, но с одной оговоркой, что эти лица писали соответствующие бумаги в банк, что если, не дай бог, что с ними случится, что эти финансовые ресурсы, находящиеся на счетах, будут переводиться в Республику Казахстан на имя Нарсултана Назарбаева. Это как раз и был бизнес по-назарбаевски. У предприятий забрать за бесценок, продать на рынке максимально и деньги забрать себе, разместив их на счетах в Европе. В соответствии с разработанной этой преступной группой Назарбаева программой, в 1990 году они создают Государственный комитет Казахской ССР по внешнеэкономическим связям, а уже в декабре 1990 года создают Министерство по внешнеэкономическим связям. Ну и как вы догадываетесь, первым министром этого министерства стал, конечно же, Сыздык Абишев. Его заместителем назначается Булат Утимуратов. После создания Министерства по внешнеэкономическим связям, Мусултан Назарбаев принимает соответствующее решение о том, что вся внешнеэкономическая деятельность, то есть реализация продукции и экспорта, которая выпускалась предприятиями Республики Казахстан и покупка оборудований и товаров за рубежом, все проходило через Министерство внешних связей Республики Казахстан. И была установлена квота соответствующая, и торговые дома заработали на полную, как говорится, катушку, и на счетах стали появляться баснословные суммы денег. И когда в 1994 году правительство Сергея Терещенко было отправлено в отставку, а было сформировано новое правительство, под руководством уже нового премьер-министра Акижана Кожигельдина, и стало понятно, что Сыздык со своей командой в этом году уже становится вчерашним днем, поскольку султан Назарбаев переходил уже в следующую категорию, а следующая категория – это грабеж народа Казахстана. Вместо торговых домов начали появляться олигархи Назарбаевского разлива. Мы все помним, как создавалась так называемая Евразийская группа, где в числа учредителей ни одного не было гражданина Казахстана. Смотрящим за этой группой, ну, султан Назарбаев определил премьер-министра Кожигельдина Акижана. Как создавалась корпорация «Казахмыс». Смотрящим за этой корпорацией был назначен Владимир Ни, управляющий делами, президент Республики Казахстан. Как создавался «Касцинк», смотрящим был назначен Гарри Штойк, в то время вице-премьер Казахстана. Вместе с ним был назначен заместитель управляющего управ делами президента Ахмед Местоев. И так же создавались другие компании. В этой ситуации реализацией продукции занимались уже эти олигархи, получали баснословные прибыли, и она седала уже на счетах этих олигархов. У нас в народе очень четко подмечали в тот момент, что воровать – это преступление, воровать много – это ведение бизнеса, грабить народ – это уже политика. Таким образом, ну, султан Назарбаев перешел в другую категорию и стал политиком, организовав грабеж государства и народа Казахстана. В этот момент времени, как я понимаю, появился разлад между султаном Назарбаевой и Сарой Назарбаевой. И Сыздык Абишев занял позицию своей племянницы. В то время, это был 1994 год, Сара Алпыса была еще сильна, потому что она смогла убедить султана Назарбаева в том, что он добился таких успехов и став президентом Казахстана, что сделало его президентом никто иной, как Сара Назарбаева. И вот в этот момент времени она смогла добиться окружительного султана Назарбаева своими людьми. Управляющим делами в 1994 году был назначен Сыздык Абишев, а в 1995 году руководитель администрации президента был назначен другой родственник Сары Алпыса. Это Сагенбек Турсунов, бывший аким Талдыкурганской области. То есть у султана Абишевича обложили родственники Сары, и она знала каждый шаг своего супруга. Но президент очень быстро разрешил эту проблему. В 1995 году он отправляется Сыздыка Абишева, генеральным консулом в Германию, а через год отправляет Сагенбека Турсунова послом в другую страну. И места, освободившиеся около Назарбаева, были заняты людьми Нусултана Назарбаева. Когда Сыздык Абишев занял свою позицию племянницы, то Нусултан Назарбаев и его команда не досчитались многих финансовых потоков, финансовых ресурсов, которые должны быть зачислены на счета Нусултана Назарбаева. Как в народе говорят, не сходился дебет с кредитом. И тогда два самых приближенных человека, это Нуртай Абыкаев и Булат Атимуратов, в течение пяти, а то и шести лет колесили по всей Европе и разыскивали те финансовые ресурсы и счета, которые Сыздык Абишев скрыл от Нусултана Назарбаева. Поэтому президент Назарбаев на короткое время назначил Абишева на должность руководителя отдела наград президента, затем отправил его на пенсию в 1996 году. Но дальше, как сказал главный диссидент Казахстана Карыша Ласанов, а он был ярый противником Нусултана Назарбаева, во время отдыха в Турции произошел скандал между Нусултаном Назарбаевым и Сыздыком Абишевым. В результате этой ссоры Сыздык Абишев получил травму, его увезли в турецкую больницу, и там он впал в кому. Команда Назарбаева какое-то время держала Сыздыка Жматайча в Турции, затем перевезли его в Москву, все было покрыто тайной, никто не знал, где он находится, никого к нему не пускали, и когда они уже убедились, что практически он ничего не может сказать, они его привезли в Алма-Ату, и я посетил медицинское учреждение, где был размещен Сыздык Абишев, посмотрел на него и понял, уж извините меня за такое сравнение, я понял, что это уже просто овощ. Похороны прошли на достаточно низком уровне со стороны государства, хотя президент Назарбаев и распорядился провести прощание с телом покойного в здании театра юного зрителя, что на Аблайхана, но все знали отношение Нусултана Назарбаева к покойному, и вся челядь, конечно же, отнеслась к этому точно так же, как Нусултан Назарбаев. Президент в театр не приехал, похороны состоялись на кладбище Кинстай, и в доме усопшего семья давала ас, но Султан Назарбаев появился в доме поздней ночью, он посидел за столом, сказал несколько слов, попрощался, вышел на улицу, мы все вышли за ним, несколько минут поговорили, и он ехал. Ну, кто хорошо знал Нусултана Назарбаева, не удивились такому отношению, он, к сожалению, всегда поступал так, когда человек ему был нужен, он готов был укормить даже собственных рук, но когда человек становился ему не нужен, то в лучшем случае он впадал в забытие, в худшем случае лишался свободы, или еще хуже жизни, мы были свидетелями, ну или эмиграция, как это произошло в нашем случае. Так он поступил с ССД Камавишевым, так он поступил с Сарой Назарбаевой, первой и единственной законной супругой, так он поступил с Сергеем Терещенко, когда он был премьер-министром, он был ему нужен, а когда его освободили, комитет национальной безопасности начал заниматься Терещенко, то долгое время но султан Назарбаев не давал команду прекратить преследование Терещенко. Также он поступил с Акижаном Кожигельдином, который выполнял все поручения Назарбаева, а когда сказал, что он будет выдвигаться в 98-м году на должность кандидата в президенты республики Казахстан по выборам в 99-м году президента республики, то, естественно, он попал в Апалу. Точно так же он поступил с Балгенбаевым, пока нужен был как премьер-министр, который закрывал все позиции по нефти и по газу и закрывал все взятки, которые Гиффин передавал через Балгенбаева Назарбаева, его все устраивало, а когда вскрылся Казах-Гейт, были вскрыты счета на имену султана Назарбаева, Назарбаеву посоветовали как можно быстрее освободить от работы Балгенбаева, и это отведет от президента Назарбаева всю ответственность. Он тут же убрал Балгенбаева с должности премьер-министра. Против Даниила Ахметова, премьер-министра Казахстана, тоже было возбуждено уголовное преследование. Но потом, я думаю, что договорились, и это преследование было закончено, а вот Серику Ахметову не повезло. Его не только уголовное дело возбудили, осудили, посадили в тюрьму. Но султан Назарбаев не тронул только Тукаева и Масимова, премьер-министров, которые были агентами Комитета Госбезопасности Союза СССР. Не тронул он Тасмагамбетова как своего продукта, и Сагентаева пока не тронул никто. Но в книге, как за него красочно все описали наемные писатели, ни слова об этом не было сказано. Дорогие мои друзья, я постарался вам доступно рассказать, как Мусултан Назарбаев от банального воровства перешел к созданию организованной преступной группировки, куда включил большое количество ответственных работников Республики Казахстан, и как он от ОПГ перешел к Международной преступной корпорации, в которую втянул в общем-то известные мировые компании и корпорации. Итог, конечно же, печален. Свездык Абишев отошел в мир иной, Саре, описанный на султан, выставил ультиматум «Живи тихо, а то еще хуже будет». Карим Масимов в тюрьме, смотрящий за компанией Касцинка Ахмед Местоев, неизвестный, где сейчас находится, и только Булату Тимуратов, до сих пор является доверенным лицом на султан Назарбаева, являясь его бессменным кассиром. После Свездыка Абишева Абулат Абилов превратился в политического бизнесмена. На этом я заканчиваю, дорогие мои друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!